Так-так-так, не перематывай эту рекламу, потому что это реклама моей личной дизайн-студии. На меня работает 5 человек, а именно 2 дизайнера, 1 артер, 1 интрамейкер и 1 3д моделёр. И ребята, мы всё вместе большой компанией делаем оформление вашего ютуб-канала. В принципе, скажу так, что цены довольно-таки недорогие. Тут, ребята, есть отзывы, тут есть примеры оформления, то есть вот это, допустим, пример арта. Вот это пример превью, вот это, ребята, пример вашего баннера для ютуб-канала. То есть тут примеров хватает, это, допустим, пример для оформления группы ВК. Так что обращайтесь, покупайте по самым крутым ценам, ну потому что относительно-относительно цена-качество, цены недорогие. Потому что, конечно, можете сказать, что шапку и за 5 рублей можно, но, ребят, качество будет не ахти. Это пример аватарки 3д-авы. Ну, как по мне, сделано очень классно, очень годно. Также в группе есть отзывы, можете их почитать, можете ознакомиться. Все ссылки есть в описании, так что заказывайте, не бойтесь, все честно, потому что за порядочность этой кампании ручаюсь лично я. Ну что ж, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, Кент на проводе. И сегодня ваш Кент АПК вам хотел бы рассказать о такой категории людей, которых я называю даунами или злые школьники. Ну, ребят, называйте их как хотите. Я надеюсь, что вы смотрите это видео. Я надеюсь на то, что вы не такой. Меня, ребят, очень бомбит, у меня очень подгорает, потому что такие люди мне просто мешают нормально играть. Вы, наверное, не понимаете, о чем идет речь, потому что скажу так, что 90% из вас это, ребята, не ютуберы. И вы никогда не сталкивались с этой проблемой. Но вот я, как ютубер, я там не знаю, ну, не буду говорить, что прям топ ютубер, но довольно-таки популярный ютубер в сфере Блокстрайка. Эта проблема у меня уже просто накипела. Ребята, эта проблема появилась не только сейчас, она была и раньше, но просто накипела. И знаете почему? Сейчас я вам все расскажу. Дело было так, сегодня, ребята, пятница, 10 часов утра, ты скорее всего в этот день же и выйдет это видео. И я, как обычно, снимал видео. Я решил снять видео, типа обновления Блокстрайка, ну и предложить следующие идеи, потому что прошлое видео набрало много просмотров и много лайков. И, конечно же, мне надо было что-то снять на фон. То есть я, ребят, решил снять какую-то игру на фон. Я выбрал именно мини-игры. Я зашел на мини-игры, нормально играл, никого не трогал и тут началось. Меня, ребята, просто начали кикать. Ну это так бомбит, ну так подгорает. Начали просто так кикать. Обычно, ребята, меня кикают, когда я просто ничего не пишу и просто играю. То есть никого не трогаю, никого не оскорбляю. Играю без читов, играю спокойно, играю на уровне высших среднего, ну где-то так. И меня кикают. Я, то есть ничего вообще от не пишу, меня все время без причины кикают. Но это не все. Сегодня я решил провести небольшой эксперимент. Я думаю, а возможно все-таки то, что мне кикают, есть какая-то причина. Возможно, мне кикают не просто так. Но возможно, ребят, действительно я кого-то обидел или еще что-то. Сегодня я зашел на сервер. Написал, всем привет. После этого все начали писать, мол, я фейк, фейк, фейк. Дальше кое-кто начал писать, давай сделай скрин. Ну конечно, ребят, мне не сложно, окей. Давайте сделаю скрин. Хоть я и снимал видео, хоть, ну, такое делать нельзя. Ну окей, я сделаю скрин. Ну, не проблема. И знаете что? Меня все равно кикнули. То есть я, ребята, делал все то, о чем меня просили мои подписчики. И все равно меня кикают. Ну, я, короче, предлагаю только одно. Я, ребят, прошу, даже настаиваю очень сильно. Создатели Блокстрайка, уберите, пожалуйста, кнопку кик. Ну она бесполезная. Даже если вы кикнули читера, он просто взял и перезашел обратно. Поэтому, пожалуйста, уберите кнопку кик. То есть я этим видео не хотел никого оскорбить. Ну, я знаю, что есть такие люди, типа школьники, которые, знаете, типа, кикнули кинта и такие, ахахахаха, кикнули кинта. Как это смешно. Нет, моя цель, самая главная цель этого видео, чтобы донести посыл до вас. Чтобы вы, во-первых, поняли, что это, ну, что это как минимум не смешно. А во-вторых, то, чтобы создатели Блокстрайка убрали кнопку кик. Ну просто я очень настаиваю на этом, потому что даже на моих стримах, даже когда я стримлю, меня все равно кикают. Просто, ребят, только мои подписчики, только те люди, которые меня любят, все равно меня кикают. Ну это очень глупая функция и надо ее убрать, потому что кое-кто ею злоупотребляет. Если вы адекватный человек, ребята, пожалуйста, поставьте лайк, нажмите на колокольчик. Также подпишитесь на мой канал, мне, ребята, будет очень приятно. Надеюсь на вашу поддержку, надеюсь на ваше понимание и надеюсь на то, что вы адекватный человек. Пожалуйста, ну, поймите мой посыл, что я хотел донести. Хотя, ладно, кого я обманываю, вряд ли. Вот те, кто мне кикали, они вообще ничего не поймут. Я прошу модераторов и создателей Блокстрайка, пожалуйста, уберите кнопку кик, она бесполезная.